Об экономике, бюджете и инвестициях сегодня на вопросы моей коллеги Елены Гальпериной отвечал председатель кабинета министров Чувашей. Иван Маторин стал гостем программы «Правительственная связь». Подробное интервью с премьер-министром выйдет в эфир 20 декабря. Детали прямо сейчас. «Правительственная связь» – программа «Долгожитель» в нашем эфире. Задача телепроекта – отразить наиболее достоверную картину развития республики. В очередном выпуске, который готовится к показу, премьер-министр Иван Маторин представит детальный анализ работы Кабмина. Для экономики региона уходящий год сложился удачно. Сельское хозяйство по ноябрь – 101,4%. Промышленность, соответственно, январь-ноябрь – 101%. По вводу жилья в районе 102%. То есть какого-то переезжающего роста одной или другой отрасли нет. Если посмотреть промышленность, то здесь лидеры те же – это химическая промышленность, это пищевики, электротехника, кто вносит наибольший вклад именно в выпуск продукции. Республика привлекает и крупных инвесторов. В следующем году откроется завод по выпуску перекиси водорода и современный тепличный комплекс. О бюджете. Доходы региона превысили ожидаемые прогнозы за счет поступающих налогов и дотаций из федерального центра. Это говорит о том, что республика стабильна по исполнению своих социальных обязательств, стабильна по исполнению бюджета. Я надеюсь, что все эти тенденции сохранятся и в наступающем 2019 году. Доходы бюджета отражаются на реализации приоритетных проектов. Начат ряд социальных объектов. Это, опять же, строительство школ, детских садов, строительство центральной больницы города Чебоксары. Продолжено строительство ФАПов в сельских районах республики. То есть все подтверждено, опять же, бюджетными проектировками, возможностями бюджета. Соответственно, дело за малым, это за работой строителей. Иван Моторин дал оценку и проводимой в столице региона транспортной реформе. Документ планирования перевозок будет корректироваться. Над этим работает инициативная группа. Еще одна обсуждаемая тема – нехватка водителей автобусов. Проблема, считает председатель Кабмина, решится в ближайшие недели. В конце декабря начнут высвобождаться работники предприятия банкрота «Чувашавтотранс». Коллектив в большей части выбрал путь перехода на новую работу, потому что у нас действовали центры занятости, пункты занятости на «Чувашавтотрансе». И всем желающим были предложены различные виды работы, в том числе, в первую очередь, водителям. Но все знают законодательство трудовое. Работники предпочли, чтобы были выполнены все выплаты, даже за тот период, когда они не работают. И высвобождение активное и желание, наверное, на работу появится у водителя «Чувашавтотранса» после 29 декабря, когда каждый работник уже будет официально уволен, получит штамп в трудовую книжку. И уже в уходящем году в правительстве готовят почву для наступающего 2019-го. 1 января в стране стартуют национальные проекты. У региональных властей колоссальный объем работы. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина и Андрей Спиридонов. Республика.